Всем большой привет! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Я думаю, что многие следят за моим инстаграмом и, в принципе, знают исход событий, который был недавно. Не знаю, когда выйдет это видео, но я хочу объяснить свою точку зрения. Сделаю я это чуть-чуть попозже, просто я в основном не такой скандальный человек, но если на меня начинают гнать те люди, которых я знаю без особой причины, которые не общались со мной, как было с Аней, если вы знаете. Ну и теперь это произошло с Катей. Я думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Произошла очень странная ситуация, когда меня назвали деревом, когда я пробовала учиться танцевать. Соответственно, я на это ответила. Через время мне сказали, что Катя Голышева ищет человека, с кем она будет драться в новом шоу. Соответственно, я на это согласилась, ну и мне сказали пригласить её на бой. Я, естественно, это сделала, многие подписчики посчитали меня какой-то неадекватной, типа, ты что нарываешься, ты начала первая, хотя мы фотку сравнили с Катей, она выложила историю, типа, значит, это твоя лучшая фотка. Я никогда не молчу, я всегда высказываю своё мнение, я ничего не боюсь на самом деле. Поэтому я сегодня иду на бой, там будет бокс, которым я никогда не занималась, но мой папа меня научил вчера за 30 минут. Я не знаю, конечно, подготовку Кати, но я иду туда ради того, чтобы просто посмотреть в её глаза. Когда она засирает многих друзей, неправильно себя ведёт по отношению к разным людям, ну и человек очень лицемерный. Я хочу ей высказать своё мнение, свою позицию, и мне очень интересно, как она мне на это ответит. Я не иду с целью победить, я иду с целью объяснить свою ситуацию. Но в любом случае, я надеюсь на победу, потому что я 100% потрачу все свои силы на то, чтобы постараться выиграть. Вы можете сейчас сидеть за меня болеть, ну и написать в комментариях, соответственно, как вы думаете, кто победит. Многие пишут, Катя, 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 потому что она более такая красивенькая персона, чуть покрупнее меня. Я совсем недавно поправилась, мне начали писать, ну и кто тут бегемот, типа вот такую вот фигню. Сегодня я расскажу вам своё мнение, свою историю, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. Ниже кнопочка подписаться, превратите магией подписки её в серую кнопочку, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеры. Кстати, на заднем плане костёр, я от него не ушла, но в последнее время снимаю видосы в новой обстановке. Это влог, забыла сказать, просто была такая небольшая предыстория, чтобы вы поняли, о чём вообще видео. Я вам желаю приятного просмотра, сейчас я буду собираться, я взяла уже такую спортивную форму, специальные велосипедки, футболочку с факом, вот, не знаю, переоденут меня там или нет, но я, короче, попробую. Не знаю, будет ли шоу сложное или лёгкое, по крайней мере, там будут мягкие перчатки. Короче, всё, просто смотрим видео, поехали! Так, ребята, прошёл где-то час, мы с Сашей очень много всего обсуждали, так как мы сейчас снимаем очень много контента. Иди сюда, красоточка моя, вот моя подружечка, моя помощница. Короче, мы сейчас едем, обязательно, когда вообще будет что-то интересное, у меня не будет возможности снимать. А Катя мне в этом... Катя, господи, у меня уже это... Катя, говорю, прикинь! Короче, мы сейчас выезжаем, я хотела опоздать минут на 15, но мне только что позвонили, сказали, нельзя опаздывать, езжайте, там вас сейчас подкрасят, что-нибудь сделают. Вы увидитесь там уже, когда начнутся съёмки. Я думаю, окей, мы сейчас с Сашей выезжаем, я буду отстаивать свои права. Буду говорить так, как я считаю, потому что я уверенная в себе. В отличие от некоторых, мы с Сашей уже подъехали, нам нужно было ехать всего лишь 12 минут, нас сейчас отведут в зону, где буду делать макияж, скорее всего, но мне так сказали. Вот, я взяла с собой, естественно, вещи, сумку, телефон, мы выходим. Ну, начнём с того, что изначально мне написали сообщение, что Катя Голышева ищет с кем бы ей подраться. Предложили в первую очередь меня. Я не имею в этом практически никакого опыта, потому что я ни разу ни с кем не дралась. Я не могу назвать себя такой уж сильно скандальной, какой выставляет себя Катя. Сейчас я вам всё объясню. Как только я зашла в гримёрку, и через 15 минут подошла Катя, первые её слова, которые она сказала в мой адрес, это было «О, Господи, блядь». Естественно, я потом к ней подошла и говорю, ну, скажи моим зрителям хотя бы привет, ну и посмотрите, соответственно, что из этого вышло. Катюш, помаши моим зрителям, пожалуйста. Какая ты классная, да, нормально. Красотка, прям на обложке. Не могу сказать взаимно. Что? Не могу взаимно сказать, что ты тоже красотка. Я с сарказмом сказала, если ты не поняла. Я не понимаю сарказма. Ну, я заметил. Короче, на всю гримёрку у нас был какой-то скандал, потому что мы ни разу не виделись. Да ну и в принципе, я не хочу сейчас говорить об этих детских рассуждениях, потому что я не люблю, когда люди начинают первыми. Что у меня было с Аней Портер, что у меня было с Катей Голышевой. И в принципе, я больше ни с кем толком-то и не скандалила. Она назвала меня деревом, потому что я реально не умею танцевать, и я пошла учиться. На том видео, которое я прокомментировала бегемотом, я не писала, что я называю её толстой. Да, там, допустим, Катя, ты толстая. Нифига она не толстая, это понятное дело. Она просто широкая. Бёдра у неё огромные. Но то, как она себя вела, я серьёзно, ну, я в шоке. Естественно, у меня была такая как защитная реакция, потому что на всю гримёрку мы орали друг на друга. Она пришла с огромной группой поддержки. Те ребята, которые раньше со мной очень хорошо общались. Я встретилась с ребятами. Я так понимаю, это группа поддержки Катя? Конечно, да. Конечно, да. Ну, Катюх, я тебя поддерживаю. Да, ну, да. Я представляю. Пока Кати не было, они со мной поздоровались в гримёрке. Я со всеми круто поболтала, но потом я поняла, что что-то как-то они на меня косо смотрят. Как только пришла Катя, начался капец. Никто мне даже в глаза не смотрел. А если смотрели, то косились вот так. Так, представьте себе, я со своей подругой, которая меня снимает одна. Все ребята, с которыми я общалась раньше, да, и, в принципе, они всегда со мной в дружеских отношениях пришли поддержать Катю. И раз они её поддерживают, то типа нафиг им с Кариной общаться. Также Катя позвала массовку. Огромное количество людей. Я сейчас вставлю кадр на фоне моего голоса. Можете посмотреть примерно, сколько там было людей. Ну, действительно много. Ну, то есть человек, я думаю, 50-60 это точно. То есть, если даже не больше, потому что ещё в коридоре стояло очень много человек. Я хочу, чтобы вы услышали всю правду. Этот ролик будет долгий. Я вам расскажу вообще, что, как, как я себя чувствовала, потому что я знала, что всё-таки это произойдёт. И что со мной случилось. Мы сели на диваны. Катя села на диваны со своей группой поддержки. Весь зал ребят, которые там что-то кричали. Катя, Катя, ты там такая рассекая. Естественно, большое количество аудитории знало меня. Атмосфера гнетущая. Даже зал поддерживает Екатерину, а мне становятся бочи. Волнительно. Да, потому что ты одна, поэтому считай, что я с тобой. Итак. Катя, естественно, окрыла меня трёхэтажным матом, постоянно меня как-то обзывала, унижала, трясла передо мной жопой, корчила мне рожей. Говорила, что я очень много матерюсь, хотя сама она просто материлась, как сапожник, когда сидела напротив меня. Я сразу всем сказала, мне группа поддержки не нужна, потому что я пришла постоять за себя. Мне нахер это не всралось тут побеждать, бегать, прыгать, на кого-то набрасываться. Открою вам секрет, я никогда в жизни ни с кем не дралась, потому что я девочка. И я не хочу быть такой вот, как Катя была, то есть мне это совершенно неинтересно. Вы мне скажете, Карин, ты пошла на бой. Соответственно, что произошло? Нафига ты тогда туда пошла? Ещё раз говорю, мне скинули сценарий. По сценарию я должна была пригласить Катю на бой. Когда мы уже обнимались в конце боя, я вам скоро это покажу, она мне сказала, типа, Карин, спасибо, что согласилась прийти на бой. А мне все начали писать, желать смерти, желать, чтобы я сдохла, ну это практически одно и то же, да. Поливали меня трёхэтажным матом, постоянно у меня весь директ был заброшен просто вот этим хейтом, огромным количеством. Столько хейта у меня ещё ни разу, я вам отвечаю. Такие бы у меня скандалы не происходили, да, но я никогда не видела столько хейта. То есть, да, у меня аудитория, она более ласковая, добрая, я знаю, что вы меня всегда поддержите, и поддержки было очень много. Я только за Карину, я на неё подписчиков, я очень люблю. Спасибо. Ну, типа, просто, когда я тебе сказала, в принципе, я нормально отношусь к этому, типа, у меня его достаточно много. Я же начала, ой, да-да-да, я же начала снимать в 2016 году. Да-да-да, я просто к этому всему привыкла, потому что сейчас поколение, оно более токсичное. И я очень хорошо отношусь вообще ко всем, я никогда не иду на скандалы, и я ценю аудиторию, которая любит меня. Я не ценю таких токсичных людей, потому что... Почему ты меня показываешь? Нет, я просто на них показываю. Нет, я просто на них показывала, если бы я тебе показала, она на том сидела. Вот, ну и в принципе, будет что будет, так вот бывает. Давай. Всё, я пошла. Сила, я тебе попала, я сейчас сам. Сохрани ногти и нос. А главное сюда, да. Но вот этих токсиков, которые вот аудитория Кати Голышевой, это просто кошмар. Ну правда, такая токсичная аудитория, я такую только в ТикТоке видела, знаете, когда всех обсуждают, хотя сами свое лицо даже показать не могут. Ну и короче, Катя меня настолько обматерила, столько неприятных вещей сказала, хотя я просто села, чтобы с ней поговорить. Кать, ну объясни, почему ты назвала меня деревом? Она такая, ну блин, Карина, я просто назвала тебя деревом. Ну захотелось, в жилах кровь потекла. Блин, это что такое? Это я просто сижу. Ну и после вот этого вот небольшого скандала, да как небольшого, большого, мы там просто друг друга обзывали, короче, как-то я защищалась, потому что я была одна. Ну и потом после этого ко мне подошли подписчики и у меня началась какая-то паническая атака из-за того, что много стресса, меня практически никто не поддерживает. Я сидела одна, ко мне подходят подписчики и я еле сдерживаю слезы, то есть я понимаю, что я сейчас вот-вот заплачу. Мне было очень обидно, потому что, ну я не думала, что Катя настолько токсичный человек, и она может так обзывать, даже ни разу со мной не общавшись. Я сфоткалась со всеми, побежала в туалет, разрыдалась там, меня поддерживала моя подруга. В итоге я просидела в туалете полчаса, все офигели, все подписчики меня сразу начали поддерживать, стучаться, типа, что я плачу, потому что, ну, большинство меня знает и все поняли, что Катя была очень жесткая по отношению ко мне. Я поплакала, готова была просто сбежать с этого шоу, потому что, ну, что за бред, я не знаю, я была уверена, что я не выиграю в бое, да и сто процентов, как бы, можете посмотреть потом, что было. Меня Саша еле уговорила моя подруга и по совместительству моя помощница, типа, пошли, если ты сбежишь, это будет, как Катя Голышева поступила с шоу «Стенка», просто сбежала вместе с Юлией Гаврилиной, и начался какой-то капец. Всю правду можете тоже посмотреть на канале «Стенка» про эту Катю Голышеву прекрасную. Вот, эта токсичная аудитория меня засирала просто по полной программе. После этого я сидела в раздевалке, Катя там еще какие-то пару слов в мой адрес сказала, пришла там Юлия Гаврилина, Вероника Золотова, Паша Дворецкий до этого дрался, который, кстати, ко мне подкатывал на протяжении полугода, а потом, когда был с Катей Голышевой, смотрел на меня как на говно. Короче, ну я не говорю сейчас об этом лицемерии, лицемерие было просто от всех человек, когда-либо общалась, и я от них такого просто не ожидала, то есть лучше быть одной, чем общаться с такими людьми. Так что, короче говоря, начался бой, я переоделась, меня еле успокоили, я реально собиралась бежать, у меня тряслись руки, у меня тряслись ноги, у меня тряслась челюсть, потому что я сам по себе человек, не могу сказать, что до конца неуравновешенный, но я очень близко все к сердцу воспринимаю. Конечно, меня унижали в школе по поводу Ютуба, но никогда не переходили на личность, типа ты некрасиво выглядишь, у тебя ужасные волосы, у тебя ужасные стрелки. Я сама ко всему пришла, и я этому училась. А то, как поступила Катя и позвала херову тучу людей, это говорит о несамоуверенности в себе. Я не могла ни слова сказать, потому что она меня перебивала. Она меня просто перебивала. Я не спорю, что я матерюсь, я не спорю. Да, мне 18 лет, я матерюсь, у меня были такие проблемы, что я курила сигареты, я очень много всего попробовала, у меня был молодой человек, да, у меня вот такая вот обычная жизнь, как у всех, но почему-то меня так обсуждают, как будто бы я должна делать что-то особенное. Я не могу быть идеальной, как Катя Адушкина, она реально большая молодец. Катя, передаю тебе огромный привет, возможно, моя аудитория смотрит и твои видео и скинет тебе в директ. Знаю, что ты классная, ты реально очень искренний, добрый и веселый человек, спасибо тебе большое вообще за то, что ты есть, потому что таких искренних и настоящих людей я еще ни разу не встречала. Я переоделась, пошла на бой, у меня была истерика, ну и я обратила внимание на то, что Катя Голышева перед боем начала плакать, то есть, ну, как бы я заплакала, это увидели все. Потом я возвращаюсь, более-менее успокоилась, вижу, ревет Катя Голышева, ей все вытирают слезы, там Юля Гаврилина ее поддерживает, все такие стоят, все ее окружили, чтобы я не видела. Но я-то все равно заметила, мне Саша тем более об этом сказала. Обстановка там была такая, очень напряженная, потому что практически там никто со мной не разговаривал. Да как это никто? Вообще никто! Типа все со мной общались, когда пришла Катя. Но потом мне никто ни слова не мог сказать, и я ни от кого, кроме Саши, поддержки не увидела. Ну, естественно, спасибо вам, ребят, потому что меня каждый поддерживал, я еще никогда, никому, нигде не показывала, как я плачу. У меня была реальная истерика, потому что в этот момент я была очень слабой девочкой, я ни разу не занималась боксом. Карина готовится. Угу, морально. И физически тоже. Покажи кулачки. Ты готова к бою? Нет. Ладно, готова. А ты занималась вообще? Нет! Давай! Ведь умеем? Я, потом право. Давай, давай, раз, два, два. Руки только сюда в отношение. Давай, раз, два. А, не теряйся, просто пробила и такая ручки сюда подняла. Я согласилась просто прийти, узнать у человека, что и как, ну и побороться, но я не думала, что она так на меня накинется. Да, можете дальше смотреть. Нас пригласили на ринг, ну а перед этим мы должны были спуститься по лестнице. Вместе с Катей, она, естественно, первая. Хер знает, почему вообще. Мне кажется, по адекватности я должна была первой идти, потому что, ну, как бы, морально я намного адекватнее этого бегемота. Ну, как бы, чему я ее назвала бегемотом, объясняю. Ее все сравнивали с Глорией из Мадагаскара. Толстой я ее не называла. Она правда похожа на бегемота. Но когда мы разговаривали на вот этих диванчиках, она сказала, да-да, быть лучше бегемотом, чем бревном. Я говорю, ну, я тебе бревно это могу в жопу засунуть. Ну, реально, типа, со мной скандалить не надо. Как она себя вела, ребят, ну, я реально просто, ну, это какой-то б***ь. Извините, я другого слова правда найти не могу. Меня это, естественно, задело. Я скрывать вообще ничего не буду. Я сейчас перед вами такая, какая я есть. Люди, которые меня не любят, прошу до свидания. Отсюда вообще можете это не смотреть. Не уверена, Катя Голышева, как и видео о богине шопинга, пересмотрит этот видос по 5 миллионов раз. Покажет Юлечке, покажет Балечке, покажет всем. Так что, девчонки, огромный вам привет. Привет, вот. Ну и, соответственно, я спрашиваю Кате перед тем, как уже началась съемка, перед рингом, на нас надели халаты. Я подхожу к ней и спрашиваю, Кать, а чего ты плакала? Она на меня вот так смотрит и говорит, я не плакала. Я говорю, ну, я же видела. Она говорит, тебе показалось, у меня все чудесно. Ну и, знаете, я немного изучаю психологию. Моя мама раньше была психологом, она во всем этом мне рассказала, что это реально защитная реакция человека. Да и к тому же, нас пригласили на ринг, я надела перчатки, надела капы, мое лицо намазали маслом, мне сделали прическу, вот такой вот высокий хвост с двумя прядками. Я вообще не хотела никуда идти, если честно, потому что я поговорила с человеком, поняла, насколько этот человек омерзительный на самом деле, насколько она отвратительная. Просто мерзопакостный человек, что я такая, блин, а нахер мне вообще сдраться с этим человеком? Мне даже противно к ней прикасаться. Какая драка вообще? Окей, но это шоу, сбегать оттуда не было варианта. Пусть все видят то, какие эмоции у меня были. То есть злиться и срываться вообще не было смысла, потому что это неадекватный человек. Я просто показала свои искренние эмоции, потому что, опять же, повторюсь, я девочка. Нас позвали на ринг, ну и, в принципе, прошло немного времени, нас разделили, но и дальше просто без комментариев. Можете посмотреть на то, как начался бой. Боясь готов? Боясь готов? Первый раунд. Пайк! А потом ближе, ближе к лицу! Ближе к лицу! Да, она на меня накинулась сразу же, просто начала меня бить вот сюда, начала меня бить по рукам, начала меня бить по лицу, вот тут, вот тут. Я пытаюсь как-то защититься. От того, что я переволновалась, я вообще не могла подвигаться. У меня, типа, руки онемели, ноги начали трястись. Типа, чтобы вы понимали, у меня какая-то фигня, когда я сижу, и у меня ноги не до конца касаются пола, а просто вот на носочках, у меня постоянно трясутся ноги. То есть, ну, да, у меня бывают такие моменты с психикой, потому что я через очень многое прошла. Там я правда переволновалась. Такое может быть с каждым человеком. Теперь я буду показывать свои искренние эмоции, как было на самом деле. Я все-таки согласилась на второй, потом на третий, на втором разе я попыталась ее ударить, она начала меня толкать, очень сильно бить. Перчатки были мягкие для девчонок, поэтому без травм обошлось. То есть, не было ничего такого, но у меня очень сильно болит живот, потому что она мне со всей силой зарядила вот сюда. И я не знаю почему, но я даже нормально не могла сходить в туалет сегодня. Вот, ну, говорю прямо. Не знаю, с чем это связано, но я не могла сходить в туалет по-маленькому. Короче говоря, ну, естественно, Катя победила. Я вам в начале ролика говорила, что я не нуждаюсь ни в какой победе. Я иду не с той целью, чтобы победить, потому что я не занимаюсь. Кстати, после этого у меня появилась огромная мотивация заниматься боксом по причине того, что там работают все группы мышц, и это офигенное кардио. Поэтому я пойду на бокс, и этот выпуск должен выйти примерно через две недели, я не буду его выкладывать раньше. Хочу, чтобы вы посмотрели тот выпуск, да, посмотрели, сколько всего обрезали, и посмотрели у меня, как все было на самом деле. Потому что, естественно, без согласования Катечки ничего не будет происходить. Я не собиралась даже ее толком оскорблять. Ну, камон, ну кто так делает? Любой адекватный человек так не поступит. Бля, кому ха? Никто не будет так поступать, потому что это неправильно. Нужно быть всегда адекватным человеком и оставаться адекватным. Катя, пожалуйста, будь адекватным человеком. Я говорю, от лица всех своих друзей, от команды ВПШ, от ребят всех, с кем я общаюсь, и ты говорила, что у меня нет друзей, ага, хер тебе. Друзей у меня уж больше, чем у тех лицемерных ребят, которые с тобой сидят в хайп-хаусе, у вас контракт, у вас один общий продюсер, и ты постоянно ко всем подлизываешься наподобие... А со мной тик-ток можно снять? Вот так вот Катя подошла к девочкам, которые решили снять тик-ток без нее. Ах, да, она еще снимала какой-то тик-ток, где трясла жопой и переснимала его, наверное, раз 20. Это так вам на заметочку скажу. Я всегда тик-токи снимаю с первого раза, потому что дрыгаться, бегать, прыгать я не собираюсь. Я пойду на танцы, и когда буду уверена в себе, аудитория, которая поймет, что я только учусь, не будет называть меня деревом, как Катя, которая только и тряски жопой своей может, ну и талии как-то правильно двигаться. В общем-то, на весь хайп-хаус я очень сильно обижена. К Dream Team House я отношусь очень хорошо. Это ребята, они все искренние, они все добрые, они все правильные, они реально все офигенные. Ко мне подошел Даня Милохин, спросил, что случилось, обнял меня. Аня Покров, Артур Бабич. Вот эти ребята, они пошли ко мне, поздоровались со мной, сказали, Карин, что случилось? Я говорю, ну все, капец, ну да, я проиграла. Я плакала из-за того, что у меня просто паника началась. Не из-за того, что я проиграла. Вот, ну и закончилось все тем, что я просто даже с Катей не попрощалась. Я просто убежала оттуда нахер и поехала домой. Приехала просто в истерике, не могла очень долго успокоиться, потому что, когда я начинаю плакать из-за какой-то причины, я дальше начинаю себе очень много всего накручивать и плакать. Ко мне подошла огромная аудитория, в конце все начали кричать и поддерживать только меня. Можете на это тоже посмотреть. Ну и, короче говоря, я поняла, что люди действительно не такие звери. Ко мне подошел каждый. Каждый сказал, Карина, держись, все будет хорошо. Мы реально такого не ожидали от Кати, не подумали, что она может быть такой жесткой. И знаете, ребят, мое мнение, у таких людей, как Катя, никогда не будет друзей. Через время, когда этот хайп-хаус будет уже не такой популярный, запомнить мои слова и потом уже вспомнить то, что я говорила. У меня очень хорошая интуиция, я с огромной уверенностью могу сказать, когда это будет уже не особо актуально, у Юли, у всех ребят из хайп-хауса будет своя отдельная дорога, Катя будет абсолютно никому не нужна. Потому что люди с таким характером и такой репутацией, они просто отвратительные. Поэтому, Катя, я желаю тебе огромной удачи. Моя аудитория всегда будет со мной. Моя аудитория меня любит. Я со всеми всегда в хороших отношениях, но столкнулась с огромным лицемерием, от чего я была в шоке, но, соответственно, мне было приятно. Ну и вроде бы я все высказала, просто хочу, чтобы вы знали, что я ни в коем случае бы не стала драться, и то, что я бы в жизни не вызвала на бой Катю Гулышеву. Просто знайте об этом. Мне скинули сценарий, я ее вызвала на бой, она отреагировала на мою фотографию. То есть, если рассудить, сначала я получила эмодзи дерева, я ей отправила бегемота. Потом она выложила какую-то сториз про меня, при этом удалив комментарий с бегемотом, хотя на шоу она это отрицала, но я же видела это. Опять же говорит о закомплексованности человека. Ну и, соответственно, потом она выложила наши похожие фотографии, сказала, если тебя сравнили со мной, но это твое лучшее фото. Поверь, Кать, у меня фотографии больше, чем ты думаешь, настолько крутых, настолько красивых, не с таким круленьким личиком, где ты пытаешься Карди Пи из себя построить, и быть ее копией. Просто копия. Ну, как бы до ее уровня она, мне кажется, никогда не дойдет. Извините, конечно, но это меня вывело реально из-под контроля, и можете мне не писать, что я только на камеру такая смелая, я реально не собиралась спорить с человеком, у которого нету мозгов. Правильно. Все ее мозги ушли в ее жопу. Это я правду могу сказать. Кать, жопа огромная. Когда она, кстати, лосины надела, я так напугалась. Я думаю, еб твою наливую, это что же за такое, это что за кошмар? У нее огромные бока. Нет, можете не писать про мою фигуру. У меня было расстройство пищевого поведения, как Катя призналась, что у нее была эпилепсия, я тоже решила сказать. У меня будет об этом отдельное видео. У меня была булимия на протяжении года. Я худела до 50 килограммов, потом резко добралась до 69. Сейчас я вешу 65 килограмм, и мне нечего стесняться. У меня есть немного целлюлита. У меня есть не особо видные бока, но они присутствуют. Зато у меня очень хорошая талия. И да, мой тикток, я думаю, многие помнят, он зашел уже на 4 миллиона просмотров, где я сказала, что я беременна, просто показав свое пузо после еды. Что стесняться? Все любят настоящих людей, которые не строят из себя какую-то звезду офигенную. Поэтому, ребята, я вас люблю. Спасибо большое, что досмотрели это видео. Спасибо большое, что поддерживали меня. Спасибо большое, что держали за меня кулачки. А с вами была Карина Аракелян. Самая лучшая Карина Аракелян. Я вас люблю. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok